всем доброе субботнее утро зашли рано в парк тут такой парк есть город кирхайм баландан все мои дорогие известно что нам продлили до 4 марта 25 украинцам я читала законодательство будут потихонечку нам давать возможность работать устраиваться снимут ограничения на знание языка да если коротко все равно останется право возможность учиться никто нас пока я думаю выгонять не будет как сейчас конечно полетят камни мою сторону что вы тут много хотите украинцы понаезжала вас тут хочу сказать украинцы это для вас для многих кто тут живет германия тоже стала домом поэтому мы тоже сюда приехали спасибо германии за то что она приняла нас мы не умничаем здесь нормальные украинцы их очень много поживем стараемся учиться вливаться в это общество и я думаю нам дадут возможности здесь работать найти хорошее место сейчас моя семья еще учится мальчишки продолжают заниматься они где-то весной будут заканчивать я тоже сейчас жду продление курсов записалась уже пока по работе мне ничего не предложили сама я еще ничего не нашла просто сижу пока возможность повторяю материала так в общем сейчас обстановка довольно таки нормальная не слушайте сейчас очень много разной информации выливают многие ученые рассказывают что вас тут будут все гнать метлой обид слова я слышу включаю различные блогеров моментов вещают что мы тут мешаем так я вам хочу сказать дорогие то меня слушает украинцы подняли экономику польши когда все страны не пускали опустила польша так вот украинцы подняли экономику прям шок кто не говорил ким и лентяй ким и тут халявщики и все прочее и общая масса своей украинцы это самый одна из самых работящих наций поэтому не рассказывайте своих блогах гадости про украину невозможно это слушать включаешь через одного халявщики халявщики или вам или вас берет дорогие наши зависть вы такие же эмигранты которые только единственная у вас была вся возможность сюда приехать как достойным достойным детям своего народа потому что вы ехали как репатрианты вы ехали как немцы очень много у меня хороших знакомых русскоязычных немцев которые нас уважают ценят просто за то что мы есть не то что мы там вот такие плохие сети и никогда в свой адрес не слышу шум и халявщики потому что большая масса своей украинцы все работают и у нас и это извините села посмотрите какие у нас все облагороженные чистые и как говорится все есть в доме и туалеты если кто в селах живет туалеты и на улице и в доме и никогда не возникал вопрос чтобы мы кого-то обгаживали или говорили гадости сейчас очень много слышу в адрес украинцев русскоязычный блогеры начинают говорить такую гадость не ли вы забыли когда вы приехали сюда вы искали поддержки и многие из ваших не говорили что как они как они ждали как они надеялись и как вам говорят и как вам повезло что вы сейчас так приехали и вам и льготы и вам все восприняли как родных вот мы благодарим я можно сказать от лица многих украинцев благодарю германию благодарю тех людей которые нас приняли которые нам помогают и я верю что украина еще расцветет и наши люди кому будет куда вернуться поедут домой в том числе я если мне будет куда вернуться если я надеюсь что мариуполь будет украинским и мы сможем вернуться свой дом потому что мы уже честно говоря наездились на путешествовались наработались поднимали польшу с мужем работали пахали по 12 часов и кто мне пишет халявщики идите на работу я вам отвечу мы работы не боимся надо будет когда закончится курс и мы все пойдем том числе мои дети которые имеют уже один имеет уже диплом программиста а это чтоб на минуточку вы понимали это по законам все сейчас германии это голубая карта еще знание языка он получит сертификат и все он может оставаться здесь если он сам захочет мы тоже с мужем имеем высшее образование у меня техникум с краска с красным дипломом и наш харьковский институт экономика управление персоналом и экономика труда так что дорогие мои муж у меня инженер металлург он и сварщики инженер металлург очень грамотный человек то есть мы не просто здесь какие-то пришепленцы и как многие считают украинцев и хочу сказать у нас одна была из сильнейших групп где мы учились и нас очень хвалил и учителя говорили боже вы действительно если бы раньше взяла бы германия украинцев если бы в пятнадцатом и четырнадцатом году когда все ехали германии не прогадала взял об украинцев замести других национальности то сейчас бы может быть было бы намного лучше люди могли бы работать не было вот этих возмущений по поводу пособий а так как то из вас дорогие мои мигранты потерял все сюда приехав без жилья без близких погибли там кого-нибудь да тут даже наверно поймет ли нас или не поймет люди потихонечку гуляют парке девочка собачка пошла не как правило все здороваться так вот когда суда им люди едут продавшие свое имущество у них есть деньги они там можно сказать с детства слышали немецкий язык да это прекрасно а мы ехали многие сюда кто-то вообще с одной сумкой ничего не имея стали оставили жилье они а ты сейчас про всю украину я говорю про массово про людей которые выехали с восточной украины которых сгорели квартиры дома и вот спасибо правительству германии для этих людей сделали действительно все возможное чтобы им было здесь комфортно и они немножечко отдохнули немножко пришли в себя от тех ужасов ребята войны которая сейчас идет не хочу сказать действительно сейчас людям такое пережить вы себе не представляете как это страшно я пережила в 15 14 видела эту всю кухню слава богу я конечно не застала потому что я в этот момент была в польше но поверьте мне я все слышала из первых уст от моей мамы которая ползла там под обстрелами которая сидела самолеты скидывали бомбы она мне рассказывают эти ужасы что происходили как люди мои знакомые были ранены и помощи никто не оказывал они просто погибали просто умирали и стекали кровью поэтому что там говорите можно столько ужасов но я не хочу об этом рассказывать это очень страшно поверьте поэтому нормально благодарный человек он всегда будет благодарить и не будет говорить гадости кто смотрит что тот то и преподносит как правило очень много смотрят блогеров которые рассказывают что тут плохо и они путешествуют они там вам рассказывают про крутые города показывают я просто своей простой жизни живем просто и несем какую-то радость мир свет каждый из нас чем-то занимался кто-то волонтерил я тоже искала людей помогала в мариуполе своих земляков у меня на канале посмотрите этим только и занималась скала составляла списки писала во все органы спрашивала где тот человек выехал где тут не отвечали потому что я предоставляла информацию для чего мне это все нужно поэтому не за деньги вам мои хорошие утром самое главное мы проснулись спасибо что живы богу сейчас нужно радоваться благодарить за все а всем позитива мира добра и всех благ а с вами была я ваша наталья всем пока пока ну а